Идет Рождественский пост. И в каждом посту каждый православный христианин ставит перед собой определенные задачи с тем, с чем ему бороться, начиная с малого и заканчивая большими делами. И вот к этому посту есть небольшая притча. Один царец, обращаясь к своим ученикам, сказал, когда царь хочет захватить город, он окружает город войсками, лишая его пищи и воды. Люди, находящиеся в городе, находятся в голоде, потом задаются на милость победителя. Когда человек во время поста постится, соответственно, и молится, то бесы перестают получать ту пищу греховную и, соответственно, покидают душу человека, освобождая его для принятия Господа Иисуса Христа. В каждом посту люди обращают внимание на внешнюю сторону поста, то есть пищевую цепочку. Но самое главное ведь духовная борьба, хотя и ограничение у себя в пище тоже несет свой определенный плод. То есть человек лишает себя тех яств, к которым он привык. Многие начинают говорить, что нельзя в пост ругаться, нельзя ссориться. Ну а другой вопрос, а когда это можно делать? Ведь этого никогда нельзя делать. Просто нам нужно во время поста более совершенствоваться и искать те пути спасения, которых раньше человек обходил, не замечал, то есть не придавал этому значения. Хотя они очень нужны для спасения души, для помощи ближнему. В сельском храме станицы Есенская богослужения проходят только в выходные праздничные дни. Каждое воскресенье в церковь Казанской иконы Божией Матери собирается множество людей. Сюда приходят целыми семьями. Вот и семья приходского священника Иерея Евгения Подвысоцкого всегда рядом с ним. Матушка Надежда – его верный помощник во всех делах. Этот приход отец Евгений возглавил недавно, всего несколько месяцев, но, несмотря на молодость, успел наладить с прихожанами доверительное отношение. Его здесь любят и уважают. С будущей матушкой, тогда еще семинарист Краснодарской семинарии Евгений Подвысоцкий, познакомился по интернету на православном сайте. Надежда Демина родилась и выросла в Приднестровье. Закончила Тираспольский университет, факультет иностранных языков. В храм ее привела мама. И уже со второго курса будущий педагог вела занятия в воскресной школе. Обосновавшись в Есенской, матушка Надежда сразу же объявила набор «Воскресный кружок» при храме, да еще и с преподаванием на английском языке. До того, как я начал что-то ходить, я знал, ну, весьма приятно, хотел как-то узнать больше, просто вот понять, во что именно я верю. Ах, так глубже это понять. И английский тоже никогда не мешает жизни. Занятия пока проходят в храме, сразу после службы. Дети приходят разновозрастные, но матушка старается к каждому найти особый подход. Тут уже на первый план выходит ее педагогический опыт. Занятия в нашей воскресной школе построены из двух частей. В первой части мы изучаем закон Божий по программе Серафима Слободского. Мы просматриваем видео из этого цикла и далее разбираем с детьми основные понятия. Вторая часть нашего занятия – это изучение иностранного языка. Так как у нас разновозрастная группа, то, безусловно, мне как учителю хочется затронуть каждого ребенка и преподнести материал именно на его уровне. Поэтому я стараюсь готовить такие задания, чтобы детям было интересно всем понимать. И более старшие детки могли более младших научить, так сказать, доцента дисцимус, то есть уча, мы сами учимся. Педагогическая деятельность, будь то в школе или в храме, она предполагает взаимодействие с детьми. И обучая своих учеников, я всегда узнаю что-то новое, интересное. Особенно, когда они начинают задавать какие-то вопросы, когда, может, ты не всегда готов на них ответить. Потому что, несмотря на то, что уже более 10 лет я работаю в воскресной школе, и уже много вопросов задавали мне дети, но даже мои ученики в Станице Есенской иногда вот задавали именно по видео какой-то такой вопрос, что мне даже приходилось спрашивать у отца Евгения о помощи, потому что он уже как квалифицированный специалист, уже более точно мог бы ответить и разъяснить какие-то такие очень важные для понимания ребенка понятия у православия. После обязательной молитвы дети начинают знакомиться с основами православной веры. Чтобы ее глубже постичь, разбирает каждое понятие детально. Иногда, чтобы растолковать его правильно, Матушка Надежда прибегает к помощи отца Евгения. Больше всего запомнился, наверное, это когда мы обсуждали символ веры, основную молитву. Нам ее детально рассказали, объяснили, во что именно мы верим, почему так, вообще откуда этот символ веры пошел. Матушка Надежда прекрасно владеет двумя языками – английским и немецким. Преподает их в обычной школе, там же ведет уроки основ православной культуры. Ее занятие с детьми английским языком в воскресном кружке продиктовано желанием дать им дополнительную возможность попрактиковаться в англоязычной среде. Я считаю, что человек должен быть мультикультурно развитым. И, безусловно, сейчас очень многие молодые люди могут ездить по обмену студенческому какому-то, по работе. Поэтому в жизни детям очень пригодится навык знания и владения иностранным языком. Так как сама я преподаю в школе, то знаю, что далеко не всегда можно каждому ученику в полной мере уделить внимание, так как этого хотелось бы. И поэтому именно посещая наши занятия, они могут подчеркнуть для себя что-то новое и интересное, потому как также мы рассматриваем абсолютно разные направления в изучении английского языка, в том числе и в религиозном направлении, то, что 100% не будет изучаться в школьной программе. А в свою очередь это поможет как бы ребенку развиться и получить тот духовно-нравственный стержень, который, безусловно, очень важно иметь каждому человеку. Сельские школьники редко прибегают к услугам репетиторов. И дополнительные занятия по иностранному языку – великолепная возможность для них улучшить свои знания. Я с хорошим настроением сюда прихожу, и мне нравится слушать молитвы и их запоминать. Я хочу стать доктором, и вот, например, придет ко мне пациент и спросит на английский, а я пойму его и помогу ему. Например, он спросит, помоги мне, пожалуйста, например, он руку там сломал или что, и я ему помогу. Это для меня очень интересно, я изучаю новые вещи, понимаю лучше, чем в школе иногда. Я считаю, мне нужны эти знания, чтобы правильно поступить или вот понять, как сейчас поступить. Например, если в учебе очень тяжело помолиться Богу, просить помощи. Матушка Надежда уверена, что участников кружка будет больше. Добрые вести в сельской местности разносятся быстро. Возможно, некоторых пугают предубеждения о воскресных школах. Многие боятся, что придя в воскресную школу, то есть с чем они там столкнутся, да, что там будет. А вдруг там будут заставлять учить молитву и просто там молиться, и больше ничего они интересного не увидят. А на самом деле, приходя сюда, они видят, что у нас так очень разносторонне построен урок, что мы не только что-то заучиваем наизусть, то есть вообще не заставляют детей заучивать. То есть если им что-то нравится, они просто ознакомятся с этим, и оно действительно, потому что им нравится, они это запомнят. За последние годы служить в церковь пришло множество молодых священников. Обладая хорошими знаниями о религии, они на окружающий мир смотрят глазами современного человека, привнося в свое пасторское служение совершенно новые методы работы с прихожанами. Интерес к православной вере можно пробудить разными способами, и однажды, переступив порог храма, человек вряд ли уйдет из него. В евангельских событиях упоминается очень один такой яркий момент, который связан с Иоанном Крестителем, когда ученики пришли, рассказали Христу о смерти Иоанна Крестителя. И вот мы вспоминаем эти события. Что же случилось? Иоанн обличал царя Ирода. За это Ирод, не выдержав всех его обличений, посадил его в темницу. Но при этом он очень уважал его. Но Иоанн обличал не только действия Ирода, но и его личную жизнь. И, естественно, жена Ирода, Иродиада, очень ненавидела его. И вот случился однажды такой момент, что Ирод справлял свои очередные именины. У него был по этому поводу пир, были гости. И танцевала дочь Иродиады, Соломея. Она настолько очаровала всех гостей своим танцем, что Ирод сказал, проси у меня, что хочешь, вплоть до полцарства моего. Естественно, Соломея пошла к матери, чтобы посоветоваться. А что же попросить у царя? И мать в своей ненависти сказала, проси голову Иоанна Предтечи. Опечален был Ирод, не хотел он этой смерти. Но, тем не менее, слово было брошено. И, естественно, Иоанну Крестителю отрубили голову. Плачевный такой момент. Почему же художники с самого раннего периода обращались к этому моменту? Причем обращались художники самых разных школ, самого разного времени. Вот когда мы возьмем эпоху Возрождения, именно Северное Возрождение, очень интересный немецкий художник Лукас Карнах-старший. У него два произведения, связанных с этим сюжетом. Одно так и называется «Соломея», и второе называется «Пир Ирода». На первом произведении «Соломея» мы видим какую-то немецкую принцессу, которая стоит и держит на блюде голову пророка. Причем это лицо как бы ничего не выражает. Это парадный портрет какой-то современницы Карнаха. И второй сюжет – это «Пир Ирода», где, собственно, показан момент предшествующей казни. Вот эти два произведения, они говорят о том, что художнику этот сюжет запал в душу. Он возвращался к нему. И, несмотря на всю угловатость немецкой школы, он как бы притягивает, пытаясь рассмотреть детали. И ты видишь трагизм ситуации. Что касается итальянского искусства, то еще в самое раннее возрождение вот был такой художник Бенот Сакарцоли. Интересное его произведение – «Танец Соломеи». Это еще раннее возрождение, полуготическое такое. Но, тем не менее, мы видим и понимаем сцену. Это не просто танец. Мы знаем, что последует за этим танцем. Другой итальянский художник уже среднего возрождения тоже называется «Пер Ирода». И здесь как бы произведение разделено на две части. В одной части показан танец Соломеи перед гостями, а в другом тут же последующее событие – Соломея на блюде несет голову убиенного пророка. Что касается художников того же периода, то очень интересная работа Бернарда Луини. Это уже среднее возрождение Кватрачента. Это произведение называется «Соломея, держащая голову Иоанна Крестителя». Вот что самое интересное в этом произведении, то вот да, стоит Соломея, держит в руках блюдо. Где-то сзади видна какая-то служанка, но голова не лежит на блюде. Самого палача нет, только рука. Рука с головой пророка. Довольно-таки страшное произведение, когда смотришь на него. Это ассоциация с современными фильмами ужаса. Художник высокого возрождения, венецианской школы, Тициан Вичелю, работа так и называется, «Соломея». В этом произведении Соломея изображена не просто как красивая какая-то девушка. Вот зная то время, мы понимаем, что это рисовалось в какой-то венецианской кортизанке. То есть вот эта венецианская пышность. За всем этим буйством красок мы как бы не видим трагизма этого момента. Что касается эпохи Возрождения, то очень интересный художник испанский Хуан Фландерс нарисовал работу, которая называется «Месть Иродиады». Когда мы смотрим, то мы видим, что Соломея несет голову за столом Ирот и Родиада, и больше никого. Только три персонажа. Ирот и Родиада за столом, и Соломея несущая на блюде голову пророка. В XVII век он внес свои коррективы. И вспоминая вот уже вышеупомянутого Тициана Вичелио, его работы как бы вдохновили других итальянских художников более позднего времени. Очень интересная работа Гвидорейни Соломея. Она написана, в отличие от Тициана, уже в синих таких тонах. Соломея изображена в восточном тюрбане, то есть все как бы выверено классически. Даже за этой классической выверенностью как-то тушуется момент трагизма. Хотя вот того же времени другой итальянский художник Матио Претти написал картину, которая, в общем-то, не показывает казни. Картина называется «Иван Претеча перед Иродом». Здесь изображен пророк, который перстом указывает на Ирода. Это диалог, это обличение. И мы прекрасно знаем, глядя на эту картину, что будет дальше. Другой великий итальянский художник, тоже венецианской школы, но уже 17 века, Джованни Батиста Тьеппала, «Казнь Иоанна Претечи». Написана в таких немножечко несвойственных венецианцам, темных коричневых тонах. И тем более она как бы усугубляет ужас ситуации. Наверное, 17 век прославился самым великим итальянским художником того времени, Микеланджело Мерези де Караваджо. Две работы, посвящённые этому сюжету. Первая — это усекновение главы Иоанна Претечи. Она динамичная. Мы видим действительно момент самой казни. Он ужасен. Где-то рядом стоит Соломея. И вот вторая картина как бы продолжает первую. Вторая называется «Соломея с головой Иоанна Крестителя». В этой картине вот все эти мелкие детали и одновременно классически выписанные настолько придавливают человека, что это действительно ужасная красота, если можно сказать, современным таким языком. К этому сюжету прибегали художники более позднего времени. Если мы возьмём французских художников 19 века, то вот интересный французский художник-символист Гюстав Моро тоже написал две картины. Одна называется «Явление», вторая называется «Соломея». В принципе, это одно и то же. Но в первом «Явление» — это мистическая картина. Здесь показан танец Соломеи, такой вот чисто восточный танец, но рукой она указывает куда-то в пространстве, и в этом пространстве появляется отрубленная голова. В нимбе, в сиянии. Это действительно символическое произведение. Оно как бы не рисует реальную картину, но притягивает. Вторая картина показывает тоже Соломею, тоже в этом пышном восточном наряде. Картина как бы разделена на две части. Вторая часть — это дверной проём, в котором показан момент самой казни. Интересный французский художник переходного периода от XIX к XX веку. Жорж-Антуан Рожгрос. Картина называется «Пляска Соломея перед царём Иродом». Здесь изображён восточный пир. Вот всё это буйство Востока. Всё как бы ничего не предвещает. Но написано в таких интересных тонах. Они как бы говорят о том, что последует за этим пиром. Это предчувствие. Предчувствие того, что произойдёт. Когда мы говорим о наших отечественных художниках, то очень интересная картина почти забытого российского художника Василия Худякова. Когда мы смотрим на эту картину, мы видим как бы весь разворачивающийся сюжет. Палач несёт голову. Соломея с блюдом ожидает, когда ей поднесут эту голову. Впереди слуга, он выходит из подземелья, он несёт светильник. А рядом стоит Соломея. И по её позе, по её виду видно самодовольство. Она добилась своего. Ну и, наверное, как бы в продолжение этого сюжета другой великий русский художник Василий Суриков нарисовал картину, где Соломея изображена с эрадиадой. Вот две женщины, и перед ними блюдо с головой пророка. И если Соломея не понимает, зачем она это сделала, то вот самодовольное выражение эрадиады, где не только самодовольство, но и одновременно он уже мёртв, а она до сих пор злится на него. Существует предание, что она даже проткнула булавкой уже язык мёртвой головы. И вот, наверное, этот момент, момент озлобления, даже после того, что она добилась, изображён Суриковым. Это очень трагический момент. Художники, прибегая к этому моменту, наверное, пытались донести до нас и о том, что ждёт человека, который обличает власть имущих, чем заканчивается его судьба. Но одновременно в этих ужасных картинах они напоминают нам о ценности человеческой жизни, именно эти ужасы, которые они изображали, они как бы предупреждают всё будущее человечества. Такое не должно повторяться, такого не должно быть. Это противоестественно. И, наверное, ещё многие художники, особенно в наше такое смутное время, когда мы теряем понятие цены человеческой жизни, они будут ещё, наверное, очень много раз возвращаться к этому сюжету. Субтитры создавал DimaTorzok